В ходе кампании Одинцовской инспекции Федеральной налоговой службы было исчислено имущественных налогов на 3 миллиарда 414 миллионов рублей. Почти треть этой суммы приходится на транспортный налог. Налог на имущество физических лиц составил 634 миллиона, земельный налог – 1 миллиард 678 миллионов рублей. В настоящее время в Подмосковье производится массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2017 год. В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Московской области номер 22 сформировано порядка 231 тысячи сводных налоговых уведомлений. Из них 147 тысяч налоговых уведомлений направлено Почтой России. Остальные уведомления нами направлены через сервис Федеральной налоговой службы России, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. В ряде случаев налоговые уведомления не направляются. Это происходит при наличии налоговых льгот, вычетов и иных предусмотренных законом оснований. Также уведомления не стоит ждать при сумме обязательств менее 100 рублей. Если у налогоплательщика возникли вопросы, необходимо в первую очередь зафиксировать номер и дату документа. Они есть у каждого уведомления. Также, когда налоговый орган производит перерасчет налога, в обязательном порядке указывается номер налогового уведомления, по которому производится перерасчет. Резюме о начислениях. Этот блок позволяет быстро понять, кто, сколько и какому сроку должен заплатить в бюджет. Адресный блок. Налоговое уведомление на бумажном носителе направляется заказным письмом по актуальному адресу налогоплательщика. Или в электронном виде выгружается в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Есть в уведомлении и четвертый блок – блок расчета налога. В нем содержится информация об объекте налогообложения и, собственно, сама формула расчета. Блок перерасчета налога. Публикуется только в том случае, если инспекция произвела расчеты ранее начисленного налога заново, например, по заявлению налогоплательщика, или в случае, если в налоговый орган поступили сведения из регистрирующих органов. В 2018 году в данный раздел добавлены графы суммы ранее начисленного налога и сумма к доплате к уменьшению. Если уведомление выдано налогоплательщику лично в руки в самой инспекции, то у документа есть еще и специальный отрывной корешок. Быстро разобраться в содержании налогового уведомления поможет специальная промо-страница, которая размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.